К моей большой радости, мне кажется, мы становимся более спортивными, потому что даже вот эта простая история с велосипедами, когда появился прокат, и когда я помню, что первое время люди ходили, обходили там с опасениями, сейчас найти велосипед вообще очень тяжело, они все в прокате, потом в каждой семье по несколько велосипед. То есть люди стали передвигаться на велосипедах, сейчас вот уже, хоть и прохладно, но я вижу очень многие, многие бегают, то есть я раньше всегда это замечала в Европе, что для них это до такой степени в норме, то есть они обязательно каким-то спортом, то есть все бегают или лазят по горам, или занимаются на байдарках. То есть я, ну там, росла на рассказах своих родителей, которые, ну они мне из МГУ, постоянно на байдарках они сплавлялись, потом был какой-то период затишки, сейчас вроде это начинает возвращаться, то есть люди начинают ходить и в походы, то есть появился кемпинг, но это тоже какой-то спорт, потому что это там и дрова пробить, и на свежем воздухе быть. Ну я просто, я больше сторонник спорта не в фитнес-центре, когда ты бежишь перед стеной, а все-таки такого общей такой культуры, да, то есть вот марафоны, или какой-то, ну, постоянный спортивный образ жизни. То есть я считаю, что если лишний раз ты можешь прогуляться, то лучше пройтись, чем плюхнуться в такси и проехаться. То есть в этом, в каждом шаге можно себе придумать маленький спорт и начать это прививать к себе, любовь к движению. Это же очень помогает, кстати, как раз для хорошего настроения, для очищения от дурных мыслей. Знаете, вот так бежишь, и пока бежишь, о чем ты думаешь, и тебя отпускает, поэтому чем спортивнее мы будем, тем здоровее мы будем и телом, и духом, поэтому всем спорт.